Шайтан, хотя в начале можно было объяснить, но здесь объясню, что такое шайтан. Шайтан это заблудший и заблуждающий. Шайтане бывают из джинов и из людей. Как Аллах в Коране говорит, шайтан из людей и шайтан из джинов. Даже может быть в шайтане людей еще хуже, потому что с джиннами, с джинами... Если ты помин meet Аллах об Sentai, они убегают в Коране прочитать. Уже в Коране говорит, шайтан. Кошти из людей, кто, который заблуждают людей. Шайтан из людей, который заблуждает людей, он еще хуже. Почему? Потому что хоть ты подр northwestern прочитаешь, он не убегает. А удувайу, куда он не убегает. он начинает тебя заблуждать, внушать, призывать, заблуждать сам и заблуждать других. Из этих мудростей Аллаху, что Аллах оставил, создал джинов и иблис, что Аллах показывает Свою мощь. Тот Аллах, который создал Джибрилла, такого покорного ангела, и создал столько много ангелов, как в хадисе сказано, есть на небесах Байт-Уль-Ма'мур, называется как Ка'ба на земле, на небесах есть Байт-Уль-Ма'мур, которые ангелы каждый день посещают. Каждый день 70 тысяч ангелов посещают Байт-Уль-Ма'мур, и до Судного дня эти ангелы туда не возвращаются. Один раз только посещают. Как создал Аллах субхану Таалу их до Судного дня. Вы посчитайте, сколько численностей ангелов должно быть. Как Аллах субхану Таалу эту дунию создал, если каждые 70 тысяч посещают. Столка ангелов, который создал Аллах субхану Таалу, вместе с ним создал иблиса, и шайтана. Два противоположных, что может создать Аллах субхану Таалу. Это один из больших знамений Аллаха субхану Таалу, что у него сила, его господство. Аллах субхану Таалу может два противоположные вещи создать. Создал небеса и земли, свет и темнота, рай и ад, вода и огонь, и также ангел и иблис. Это показатель, это создание иблиса, это один из показателей силы Аллаха субхану Таалу. Аллах субхану Таалу